Привет! Не удивляйтесь атмосфере, вы все еще на моем канале. С вами, как всегда, я, Ян, и... Проведя невероятно сложные и запутанные исследования, мне удалось выяснить, что большинство граждан Российской Федерации моложе 30 лет вообще не следят за новостями. С одной стороны, это хорошо, потому что в новостях много правды, а с другой стороны, нет, потому что информативность — это наше все. Поэтому я посидел, подумал и решил, что почему бы и нет, было бы совсем неплохо собирать для вас самые последние интересные и, может быть, немножко забавные новости и обсуждать их с вами. Не то, чтобы первая новость была прямо открытием, но все же финансист, и имя его совершенно неважно, да вы не запомните, подсчитал, сколько нужно зарабатывать, чтобы самостоятельно копить на пенсию. В России, естественно. Цитата. Чем раньше человек начнет копить на свою пенсию, тем проще ему будет это делать. Если вы хотите, чтобы ваш доход от накоплений в пенсионном возрасте составлял 100 тысяч рублей, то понадобится около 30-40 миллионов рублей. В принципе, для нас с вами это не так уж и много. В подавляющем большинстве случаев способ накопления только один — регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать. Также возможны разовые относительно крупные вложения при получении наследства, бонуса на работе и продаже успешного бизнеса. Скажите, имеются ли у вас богатые родственники? Либо же крупный бизнес. Возможно, вам стоит их вложить, и тогда экономика наша поднимется с колен. А за ней вы. Я думаю, вы заметили, что самокаты — это давно уже не новинка. И вокруг на них все так и разъезжают. Честно, сам я еще ни разу не катался на электросамокате. Немножко боязно. И не без причины. Глава Кисловодска находится в искусственной коме после того, как упался электросамокат. Вы понимаете, что даже государство невозможно уберечь от электросамокатов? Глава Кисловодска по-прежнему лежит в коме, и мы пожелаем ему скорейшего выздоровления. Но это не отменяет того факта, что самокаты реально опасны. Тем более, что на них сейчас, в ближайшее время, уже давным-давно, буквально пару дней назад, хотят вводить сдачу на права. Извини, чувак! Мать вашу за ногу! Умирайтесь нахрен с проезжей части с этими штуками! Отсюда следующая новость. Возможно, вы слышали, что некая французская компания выпустила мото-жилет с подушкой безопасности. AI-1 Airbag Vest. Мы вважаем в целую новую эру. Работающий по подписке. Грубо говоря, вы платите 400 долларов за сам жилет, и если заплатите еще столько же, то через специальное приложение вы сможете активировать функцию подушкой безопасности. Есть и второй вариант. За 12 долларов в месяц можно приобрести ту же самую функцию, но по подписке. Так что считай, если подписку не оплатил, то в могилу угодил. Какие новости мы с вами любим больше всего? Естественно, те, которые побуждают нас бежать в магазин и покупать что-то новое. Например, новый айфон. Но на этот раз речь идет о продуктах. Да и не только. В принципе, почти обо всех товарах. Депутат Госдумы рассказала, как снизить цены на товары на 20%. В России подешевеют товары и вырастет покупательская способность, если отменить налог на добавочную стоимость. То есть НДС. Представьте, если отменить НДС 20%, который мы платим лишний за ту же самую помидорку или яблочко в магазине, то товары, естественно, станут дешевле. А следовательно, повысится покупательская способность, люди станут грести больше, магазины затариваться еще больше и производители товаров тоже будут делать больше. Вроде бы все звучит очень даже хорошо. Но мы, к сожалению, живем не в утопии. Немного об автомобилях. Потому что почему бы и нет? Хотя у меня у самого его нет. На велике катаюсь. Бугатти представила новый гиперкар. Chiron Supersport. Ladies and gentlemen, welcome to Bugatti. Все, что о ней нужно знать, это то, что она выглядит почти так же, как и предыдущая Bugatti. У нее 1600 лошадиных сил. Она стоит 284 миллиона рублей. И скорость, до которой ей удалось разогнаться, примерно 490 километров в час. Ladies and gentlemen, мы же с вами смело сможем на ней прокатиться в ближайшем доступном автосимуляторе, который выйдет в следующем году. В свою же очередь, компания Toyota решила представить тоже подписку. Конечно, побезопаснее, чем мото-жилет. Но суть ее такая же выигрышная, как и в жилете. Компания Toyota предлагает покупателям конкретного автомобиля. Да, он сейчас только один, который стоит с этой функцией при покупке. А суть этой функции заключается в том, что тюнинг будет идти по подписке. Как считает компания Toyota, вместе с пользователем будет развиваться и машина. Пока еще это все не совсем ясно, но, возможно, если вы будете обучать своего ребенка азбуке прямо в машине, то и машина скоро начнет говорить. Так, к слову, подписка в месяц стоит 36 тысяч рублей. Ну а про тюнинг ничего толкового не известно. Скорее всего, это будет на уровне разработки приложений, ассистентов и прочего. Встроенного прямо в машину. Да и, честно, мое мнение, затея-то провалится по одной простой причине, что дизайн конкретной машины, с которой они решили начать, мягко говоря, слабоват. Ну и, пожалуй, новости о кино. Просто потому что, почему бы и нет. Сильвестр Сталлоне представил дату премьеры режиссерской версии «Рокки 4». Выйдет этот фильм 11 ноября 2021-го. Казалось бы, у нас в кинотеатрах уже провели премьеру 4К «Властелина колец». И не особо-то это было выигрышно, так как наши прокатчики решили показывать старую версию, не платив за новую. Честно говоря, я смотрел «Рокки 4» настолько давно, что не помню уже даже лица Сильвестра Сталлоне. Не исключено, что к 2030 году мы с вами получим режиссерскую версию «Прибытие поезда». Подытожив эти новости, хочется сказать одно. Не пора ли нам начать волноваться? Я думаю, что у нас не осталось времени оставлять без внимания недооценку важности того, чтобы приступить к процессу размышления над концептуальной проработкой начала беспокойства. И заняться этим следует очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова